Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Успешный мужчина тот, кто зарабатывает больше, чем может потратить его жена. Успешная женщина та, которая смогла себе найти такого мужа. Успешная женщина – тема нашей сегодняшней передачи. Конечно, успех – понятие растяжимое. В нашей передаче мы будем разговаривать о успешной женщине, у которой есть свой бизнес, которая состоялась в материнстве. Это счастливая женщина. И мои гости – Елена Ежова, успешный ресторатор, совладелец сети фитнес-клуба «Ультра». Также у Елены бизнес – инвитро Ульяновск, DHL Ульяновск. Я думаю, список можно продолжать бесконечно. А также Алена Петраускас, владелица ателье «Вязаная одежда». Первый вопрос, Елена, у меня к вам. Насколько я знаю, вы самостоятельно ведете бизнес с 2004 года, то есть это уже 15 лет. Поправьте меня, если это не так. Как вы пришли в бизнес? Наверное, бизнес сначала был семейный, а потом потихонечку-потихонечку уже перешла к каким-то самостоятельным вещам. Поучилась, посмотрела. Какой был ваш самый первый бизнес? Самый первый бизнес у нас был семейный, у нас был магазин «Три двойки», мы продавали аудио-видеокассеты. Потом у меня подруга Ярослава говорит, «Глядь, давай начнем что-нибудь совместное, отдельное, уже хочется». И мы с ней перепробовали год, наверное, искали идею, одну, другую, третью. И в конце концов мы ездили и в Самару, и в Казань, медицинский бизнес рассматривали всякий. И на выезде из Самара открыли коробочку суши, переглянулись и поняли, что суши в Ульяновске нет. Идея совершенно неожиданно пришла, сделали доставку суши, потом открыли суши-бар, первый, второй, третий, ну и так далее. И уже ресторанный бизнес нас увлек настолько, что мы погрузились в него целиком и стали искать другие направления. Появился и ресторан «Корчма Гопак», и «Веплево колено». И вот сейчас наш замечательный проект – франшизный кофешоп. Очень здорово. Алена, вот ваш бизнес молодой, сколько ему? Три года? Да, можно сказать, занимаюсь я вязанием как три года. Как вы пришли к этому? Когда дети, у меня родилась дочка, и я всегда любила вязать, делать что-нибудь своими руками. И вязать крючком – это вещь, которая, во-первых, успокаивает, во-вторых, можно этим заниматься тогда, когда спит ребенок. И я связала ей шапку, она получилась с ушками, такая прям котенок. И я посмотрела, думаю, это, в принципе, хороший товар. И я не делала это из-за того, что мне нужны были срочно деньги там. Мне нужно было именно показать, что вот смотрите, как здорово. Я выложила, начали появляться уже заказы первые. И начала через интернет эти шапки вязать. И тут однажды у меня стало очень много этих шапок, каких-то капюшонов. Дома очень много было этих клубков. Прошел муж так у меня посмотрел, говорит, ты еще машину вязальную себе купи. Я говорю, машина вязальная? Мне нужна вязальная машина. Я начала смотреть в интернете, поняла, что есть интересные варианты, как это можно сейчас использовать. Вот сейчас я в платье собственного производства. То есть можно создавать одежду. Меня это очень увлекло, я начала изучать. И вот теперь я занимаюсь вязанием одеждой. Алена, вы, получается, одна ведете свой бизнес или у вас уже есть помощники? Сейчас у меня есть помощники. Да, у меня есть две помощницы. Также у меня есть, ну, как называется она, аутсорс. Правильно я слово говорю? Аутсорс. То есть вы постепенно расширяетесь? Да, постепенно расширяется. Я придумываю модель. Я ее на себе, то есть придумываю, как ее связать, как это обычно происходит. И потом уже ее тиражирую, продаю через интернет. То есть, по сути, это онлайн-отелье. То есть человек, который посмотрел эту, ну, какую-то модель себе выбрал, он может выбрать цвет. И по своим меркам я могу ему связать. То есть то, что в магазине получить ты не можешь. Вы знаете, вот очень интересно, потому что я за свою жизнь связала всего лишь маленькое одеяльце для своей куколки. Когда я была маленькой, меня научила бабушка вязать, наверное, крючком, тогда это называлось. Вот, вы знаете, меня это увлекло, но, наверное, на дня два-три, и потом почему-то, может быть, я не знаю, зависит ли это от темперамента. Должен ли человек быть тихим, спокойным? Потому что у меня всегда вот улица, у меня какой-то пропеллер, мне нужны были какие-то очень подвижные, активные действия. Ну, зависит вообще от усидчивости человека. Это есть в этом. Но, например, тоже бывает противовес. Если человек очень эмоциональный, он, наоборот, иногда уходит вот повязать, и он в этом находит такой свой дзен какой-то, да, располагается. Елена, а вы можете вязать? Я обожаю вязать. Да вы что? Я когда училась в старших классах школы, я очень много вязала. Мама мне купила, спасибо маме, вязальную машинку. Я когда ходила беременной, невозможно было купить никакую одежду, я сама себе связала платье. Это здорово. Но тогда мне в голову не могло прийти, что из этого можно сделать бизнес. Так что я восхищаюсь с вами, Алена. Молодцы. Елена, вот можете вы сказать для наших зрителей, как начать свое дело? У вас такой большой опыт. Может быть, понятно, что это очень обширная тема. Это может быть тема отдельного эфира. Но какие-нибудь, может быть, тезисы, какие-то плановые шаги. Вот с чего сейчас вот человек, который хочет, вроде бы мечтает, вот что ему нужно делать? Нужно посмотреть сферу своих интересов и увлечений. Вот что тебе нравится. Чем-то и... А потом уже, как ты можешь это монетизировать? По большому счету, Алена так и получилась. Ей нравилось вязать. Она это любила. Она это умела делать. Муж в таком... Подкинул. Подкинул. Почему бы не монетизировать? Ох, здорово. То есть я совмещаю приятное, любимое и то, что приносит деньги. Бизнес – это ведь что? Это то, что тебе нравится и то, что приносит деньги. Если это денег не приносит, то это хобби. Если это приносит только деньги, но этим можно заниматься. Это инвестиция, это уже другой уровень. Мы говорим сейчас про свое дело, которое увлекает, которым ты живешь. Посмотрите, 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 что вам интересно. Какая сфера? Хорошо, человек понимает, что я люблю делать это. Дальше что, ему нужно искать деньги? А если нет денег? Вселенная подкидывает ресурсы. Я занималась в фитнес-клубе много лет. И мне это так... Раньше сначала себя заставляло, потом я полюбила это, потом я стала увлекаться этим. И когда я училась в Сколково на MBA Executive, у нас была группа, и мы делали проект по фитнесу заключительный. И говорят, давайте нужно маркетинговое исследование взять, какой-то город для примера. Давайте я сделаю. Для Ульяновска сделала. Мы однокашники посмотрели. Тогда мы идем в Ульяновск. То есть мысль возникла, и вселенная начала ресурсы подтягивать. Не было компетенции в фитнесе. Тут же появился человек, который занимался фитнесом в Казани много-много лет. И был гуру в этом. Мы подтянули эту компетенцию. Потом мой товарищ ретарианец построил центр торговый. Пойдемте, я вам проведу экскурсию. Вот место для фитнеса. Чем больше ты об этом думаешь, чем больше ты делишься с друзьями, с товарищами, рассказываешь это, обсуждаешь, ищешь информацию, тем больше вселенная дает тебе ресурсов. И мои партнеры знают, когда очень интересная идея, которая захватывает всех, встает вопрос, а где взять деньги? Я всегда говорю, деньги – это не главное. Деньги приложатся. В конце концов, можно найти инвестора. Если ты настолько уверен, что у тебя идея сработает, то деньги придут. Вот для первого фитнеса нам с партнером квартиры пришлось заложить. Но мы же были так уверены в результате, мы ни минуты не сомневались, и действительно дело пошло. Вот эта уверенность, и, безусловно, нужна поддержка близких. Без этого никуда. Если у тебя нет такого плеча, такой поддержки, ну ты можешь сломаться. Поэтому окружайте себя такими людьми, которые будут вас поддерживать. И верить в вас, да? И верить в вас, безусловно. Алена, вы согласны? Есть что добавить вам? Да, я тоже считаю, я, кстати, думала над тем, что каждый человек на 80% состоит из чужого мнения в основном. То есть какие-то чужие мысли в голове чаще всего рождаются. И всего лишь 20% – они как раз внутренние какие-то свои. И вот эти вот все накладываются. При этом, правильно заметила Елена, нужно окружить себя таким качеством людей, которые вот эти 80% будут тебе помогать. То есть они будут работать на тебя, вот эти вот их мнения. И тогда все получится. Вот эти 20% идеи родилась, и у тебя уже нет сомнений. Есть близкий друг, который тоже двигается постоянно. Он такой, конечно, у тебя все получится. И ты, о, точно, все. У него получилось, у меня получится. Ну вот как-то так. Вот, Елена, как раз у меня был заготовлен вопрос про уверенность. И вы уже на него практически ответили. Но что делать, если у человека нет этой уверенности в успешности своей идеи? Есть какие-то страхи. Вот что делать в этом случае? Вы же, вы, получается, всегда в любом своем начинании были стопроцентно уверены. У вас разве не было стопроцентно? Никогда стопроцентной уверенности ее нет. Никогда. Преподаватель нам говорил. Любой бизнес-план можно подогнать под любую задачу. Вам нужно нарисовать бизнес-план успешного бизнеса? Я нарисую. Вам нужно бизнес-план нарисовать провального бизнеса? Я нарисую. И определить, будет ли бизнес успешен, будет ли он приносить деньги, не может никто. Никто тебе точно не скажет, будет ли он успешен или нет. Это всегда риск. И ты эти риски принимаешь. И нужно быть достаточно сильным, чтобы их принять. И подумать, а что будет в худшем случае? А если мой проект не удастся? Вот пережить это худшее состояние, которое может с тобой случиться. И уже потом дальше двигаться, отставить его. Если ты понимаешь, что с тобой будет в худшем случае, отставить и двигаться дальше. Понимая, что в любом случае будет только лучше. И уверенность приобретать только знания, опыт, общение с другими людьми тебе придает уверенность. Ты не уверен в каком-то конкретном моменте, ты этот момент изучаешь. Ты добываешь информацию, ты идешь учишься, ты разговариваешь с экспертами, с людьми, которые побывали в такой ситуации. И эту зону ты расширяешь, знания в этой зоне. Ты сомневаешься в чем-то другом, ты точно так же строишь свою деятельность. То есть ты расширяешь область знаний в этой сфере. Я думаю, это так. То есть любую неуверенность можно побороть, опять же, если будут какие-то действия с твоей стороны. Я бы не сказала, что побороть неуверенность. Я бы сказала, приобрести уверенность в этом. Хорошо. Подскажите, можно ли стать успешной без вложений? Например, материальной. Ведь вложение – это и время, это развитие себя. Много очень компонентов. Вот можно ли стать успешной без вложений? Вложения, если мы имеем в виду только сейчас финансовые, например, то можно и без… Вот сначала начать без финансов. Но, естественно, вкладывать в свое развитие нужно. Я же, если бы вязала постоянно эти одни шапки, я бы всем, кому нужны, связала бы и все на этом. Мой бизнес умер и все рухнуло бы. Но я решила обучаться, обучаться вязанию на машине, улучшать свои… Развиваться. Да, развиваться постоянно. Потом развитие – это не только в вязании. Теперь еще я развиваюсь в развитии своего магазина. То есть я уже участвую. Например, был проект «Мама-предприниматель». Я пошла в него для того, чтобы получить дополнительно новые какие-то знания и опыт, и знакомство. Опять же, окружить себя теми людьми, которые стремятся, хотят, получается у них. И вот, кстати, про неуверенность. У меня тоже так же была всегда неуверенность в том, что, может быть, что-то там не так получится. Неуверенность – это равно незнание. Вот когда есть вот этот пробел, ты думаешь, а что там? Это как пропасть. Ты прыгаешь, а там, например, и ровно там. Там лужа, например, была, а там она тоненькая совсем, и ты даже не промок. А боялся так, как будто там океан, не знаю какой. Вот так же было. Поэтому вкладывать нужно в себя, знаниями себя наполнять. Получаешь, приобретаешь уверенность, получается, приобретаешь результат и развитие. Я думаю так. Елена, я знаю, что вы до сих пор, по-моему, все время в постоянном развитии. Вы куда-то ездите, что-то получаете, новые знания. Мои партнеры шутят, что это уже пожизненно. Ты будешь учиться пожизненно. Мне это очень нравится. Первая ступенька – это, конечно, была президентская программа подготовки управленческих кадров. Она просто замечательная. Она, кроме того, что дает знания отличные, она еще помогает объединиться с интересными людьми. И со многими из них мы дружим по сей день, какие-то интересные проекты делаем. Это так здорово, когда ты приобретаешь круг единомышленников. Потом я пошла учиться в Академию народного хозяйства, MBA, потому что президентская программа давала там скидочку. И вот мы ездили, три недели там учились, три месяца отдыхали. Три недели учились, три месяца отдыхали. Потом я уже так устала от этой учебы, думаю, никогда. Не тут-то было. Прошло пять лет, думаю, так, что-то я заскучала, что-то мне еще не хватает. Думаю, и потом язык так хочется подтянуть. Я заканчивала вторую школу, и уровень языка был отличный. Я чувствую, я теряю, я его не использую, теряю язык. А сейчас на английском столько много интересной информации. И подала документы на программу MBA Executive Сколково. А там обучение на английском языке. Да, ну там есть небольшая поблажка, там половину курса можно на русском с синхронным переводом. Но ты подтягиваешь язык, потом в середине сдаешь экзамен, и все, и только на английском. Слушаешь, работы делаешь, диплом защищаешь, все на языке. Ну, сказать, что я устала в конце обучения, не сказать ничего. Но, боже мой, сколько я приобрела. И ведь фитнес-клуб «Ультра» – это благодаря обучению. Я там встретила своего партнера, поэтому ты инвестируешь в себя, и эти инвестиции окупаются, стоятся. Ну, правда, конечно. Елена, а вот чему вы посоветуете, вот тогда, может быть, обучиться, вот для всех, для разного уровня бизнеса? Или вообще для тех, у кого еще нет бизнеса, но только они мечтают? И вот чтобы вот для мотивации, как раз вот чтобы обрести, может быть, новый круг знакомств, подтянуть свои знания, вот куда тогда сходить? Во-первых, это литература. Самообразование – это то, что доступно всем. В интернете, на ютубе есть очень много литературы. Как отфильтровать ее – это, конечно, вопрос. Это довольно сложно. Нужно найти те ресурсы, которые тебе интересны и которые тебе будут давать. А с точки зрения развития личности, сейчас очень много есть литературы по личностному росту. Но я бы советовала начать, конечно, с позитивной психологии. Это настрой твой личный. Это разобраться в себе. Это умение создать себе настроение. Умение замотивировать себя. А потом уже двигаться дальше. Я думаю, вот с этого нужно начать. Хорошо. Алена, вы, получается, пока развиваетесь именно вот в своей сфере, да? Да, пока что только в своей сфере. Ну, я смотрю, восторгаюсь, вдохновляюсь и понимаю, что... Это еще только начало, да? Да, пути у меня открыты, и их очень много. А вот скажите мне, есть ли какой-то возраст для бизнес-леди? Как вы считаете? Вот пример молодой мамочки. Конечно, нет. Да? То есть, мне кажется, сейчас очень много даже школьников, которые умеют зарабатывать деньги как-то через интернет. Очень много разных способов. И вот, Елена, как вы считаете? То есть, человек, да, жив, там, я не знаю, до 50, до 60 лет, и он может что-то переосмыслить, и если есть желание, все-таки начать свое. Вот. Самое главное – это желание. Желание что-то сделать. Оно может быть и в 15 лет, может быть и в 50. Но не секрет, что уровень энергии у человека с возрастом падает. Это статистика. Хочется все меньше и меньше. И круг желания сужается. Однако, есть такие люди и в 50, и в 60, и в 70 лет, у которых уровень энергии зашкаливает. Им что-то надо, они стремятся, они ездят, они развиваются, они на месте не сидят. Такие люди, конечно, могут идти дальше, двигаться, им ничего не мешает. То есть, возраст не помеха, вы в этом уверены, так считаете? Но желательно все-таки пораньше начинать? Я считаю, что все конкретно, индивидуально зависит от человека, вне возраста. У него есть желание, он будет двигаться. У него может быть в 30 лет никаких не быть желаний. Он хочет на работу прийти, время отработать, прийти домой, купить пиво, сесть перед телевизором, лечь спать. День сурка. И так каждый день. Других желаний у него нет. Ну и что, что ему 30 лет? От возраста абсолютно не зависит. Зависит от внутреннего настроя, от внутреннего желания и от тех целей, которые человек ставит перед собой или не ставит. Это точно. Алена, скажите, пожалуйста, вот как совмещать бизнес и семью? У вас двое детей, а получается младшему полтора года? Да, полтора года. И как раз можно заметить, что бизнес у меня начался немного ранее, чем родилась у меня вторая дочка. Поэтому сочетать это все можно и наоборот. Когда появляется новый ребенок, я понимаю для себя, что появляется новая вот эта волна, энергия, у тебя начинают гореть глаза, и ты думаешь, надо же, я вот этого не видела, я вот этого не видела, можно так сделать. И постоянно приходят новые идеи именно с появлением детей. То есть первый ребенок у меня, думаю, надо вязать. Второй ребенок, тут у меня уже развитие идет совсем уже в другую. Я уже становлюсь, если раньше я была, как правильно заметила, Елена, у меня было хобби, я была рукодельница, ремесленник. То сейчас с появлением второй дочки я себя переосознала, появилась у меня новая именно волна, да, вот эта энергия. И я теперь становлюсь отремесленника, перехожу как раз к предпринимателю, к бизнесмену. Но вам кто-то помогает? Вот сейчас кто у вас ребеночек? У меня, да, у меня большая семья. Муж, кстати, у меня с появлением даже второго ребенка стал еще более активно участвовать в том, чтобы с ними посидеть. Очень любит это все делать, и меня очень поддерживает. Поддержка близких. Да, поддержка близких. Няни нет у вас? Няня есть, я ее приглашаю по часу для того, чтобы заниматься спортом. Потому что спорт, когда я впустила еще в спорт свою жизнь дополнительно, это как раз дает еще большую энергию. Кажется, ты там устаешь, но на самом деле мозг отдыхает, появляются новые ресурсы. Елена, вот у вас уже взрослая дочь. Как вы, получается, ее воспитывали? Вы воспитывали сразу ее, может быть, как самодостаточную, как бизнес-леди? Или вы, ну, абсолютно не вмешивались, вот просто вот растет ваш цветочек? Я думаю, что детей воспитывать не надо. Дети учатся и повторяют своих родителей, учатся на примере родителей. Они смотрят, что делают они. Либо они принимают и хотят делать так же, либо говорят, ну, уши нету. В моей жизни этого не будет однозначно. А говорить ребенку, сынок, доченька, не кури. А самому кури там дымит зубом, это не работает. Вот, поэтому... Ваша дочь тоже бизнес-леди? Дочь сейчас открыла свою онлайн-школу ресторанного сервиса. Я ей так горжусь. Она очень разумный человек для своих 24 лет. Я считаю, что она очень большая умница. И она умеет ставить цели и к ним двигаться. А вообще, если я возвращаюсь к вопросу совмещения работы, карьеры, семьи, я бы вопрос поставила несколько шире. У нас есть работа, у нас есть я, это наше здоровье, у нас есть наши интересы, у нас есть семья, у нас есть друзья, у нас есть социум. Как все это совмещать? Это очень интересный и важный вопрос. Во-первых, цель. Нужно ли тебе это совмещение? Либо тебе достаточно только карьеры, чтобы быть счастливой и успешной. Либо ты хочешь иметь и семью. Либо ты хочешь общаться с друзьями. Это, знаете, как вот спорт. Можно быть чемпионом мира по стрельбе из лука. И ты все свои ресурсы на это тратишь. Ты можешь быть супер успешным бизнесменом. Остальные сферы тебя в принципе не интересуют. Тебе для счастья достаточно только это. А можно быть многоборцем. Можно поставить себе цель пробежать дистанцию за столько-то, проплыть на велосипеде и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здорово, когда человек в начале какого-то периода, например, года, ставит себе цели на год по разным сферам, выписывает сферы, которые его интересуют. И говорит, так, в этом году я хочу заняться здоровьем. У меня сейчас такой уровень, я хочу к этому прийти. Что касается карьер, у меня есть это, я хочу быть это. Я хочу больше времени уделять мужу и детям. Для этого мы запланируем совместные поездки туда-то, походы туда-то. Я хочу заняться личностным ростом. Для этого я сделаю то-то, то-то. И прописываешь конкретные шаги. Ты ставишь планы на год или на какой-то период. Ведь успешный человек это кто? Это который умеет ставить цели и с успехом их эффективно достигать. И при этом вот этот процесс достижения цели здорово, когда приносит радость тебе и твоему окружению. Вот тогда это успешный человек. То есть ставить цель, определить как успешность человека. Это понятие очень субъективное. Если он ставит себе эти цели и их достигает и радуется, и люди вокруг него радуются. Это успешный человек, это успешный человек. Кто-то успешная женщина, которая просто занимается домашним хозяйством, у нее там может быть несколько детей, она успешна, она счастлива в этом. Она счастлива там, и это здорово. Я когда смотрю на таких женщин, я радуюсь, потому что они светятся от того, что они делают. Это успешный человек, и хочется быть к ним поближе, и обменяться энергией. Главное, чтобы гармония, наверное, была с собой. Верно, верно. С собой и с окружающими людьми. Алена, вот подскажите, какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать успешная женщина? Есть какие-то определенные качества, или это все тоже очень индивидуально? Качество обязательно – это позитивное мышление. Потому что если постоянно она просыпается с мыслью о том, что сразу просыпается – ура, новый день. Я рада, смотрите, у меня есть дети, у меня они там… Вот этот начал говорить первое слово. Да, позитивный настрой. Ты смотришь, вдохновляешься. Тогда позитивный настрой без него просто никуда. И обязательное качество, конечно, позволять. Многие девушки не позволяют себе своих желаний, позволять себе делать то, что хочется. Не делать то, что нужно, а делать то, что хочется. При этом позволять другим делать то, что хочется. Потому что мы иногда хотим, чтобы у нас было вот так, и вот этот человек делал, как я хочу. Так тоже не получится. Гармония должна быть, тогда получается человек радостный и позитивный. Разрешать всем, каждому быть собой и себе. Елена. Не нарушая при этом границы других людей. Я согласна с Аленой полностью. Вот настрой. Иногда читаешь комментарии. Да ты такой, да ты сикой, да у тебя ничего не получится. Ты думаешь, боже мой, ты встань с дивана. Иди что-то сделай. У тебя есть свои желания. Да, правительство, гады, грязные дворы, горы мусора. Возьми лопату. Выйди на улицу. Начни с себя. Начни со своего двора. Договорись с соседями. Почистите двор. Свою энергию вложи в улучшение мира. И порадуйся, что мир стал лучше. И это здорово. Когда вот такое происходит, если каждый из нас начнет себя и возьмет на себя ответственность за то, что происходит в его жизни и в жизни близких ему людей, вот тогда мир станет лучше. А как же целеустремленность, напористость, уверенность? Это совсем не обязательные качества? Это энергия, внутреннее умение увлечь других людей. Одно дело, ты пойдешь сам с лопатой чистить снег. А другое дело, ты обижишь всех соседей, создашь инициативную группу, там ВКонтакте страничку там заведешь и пойдешь, значит, у нас такая старшая по дому. Алла, боже мой, она перекрыла крышу, она обновила фасад, она добилась какого-то выделения средств на двор. Наш двор признали самым лучшим. Вот неиссякаемая энергия одного человека делает жизнь людей вокруг намного лучше. А наша задача какая? Ее поддерживать. Ее поддерживать в этом. Она большая умничка. То есть, Елена, получается, успешная женщина должна быть не наделена вот этими, даже вот каким-то мужским неким характером, напором. Она должна быть просто наполнена энергией. Правильно? Ну, конечно. И направлять ее правильно в нужное русло. Все знает. А вот скажите теперь следующий вопрос. А верно ли, что успешных женщин мужчины побаиваются? Как вы считаете, Алена? Смотря как они себя ведут. Если они уперлись совсем в карьеру и не видят совсем никого рядом, не дают возможности им даже пробиться, конечно, их побаиваются, они думают, ну, ладно. Грунбалая какая, да? Тебе даже не подойдешь, да. Мужик в юбке. Ее дело, так же самое в любом бизнесе. Женщины там могут быть организаторские способности. Мы все накрываем стол и приглашаем гостей. Какая наша задача? Организовать праздник. Сумеется сделать так, чтобы все были сыты, все сидели в нужных группах, общались друг с другом, чтобы на столе все было, чтобы дети на отдельной площадочке занимались. Представляете, что такое организовать большой день рождения или свадьбу, или праздник, да? Это какие управленческие усилия нужно вложить? В бизнесе то же самое. Ты точно так же вкладываешь те же самые управленческие усилия. Это ничем, по сути, не отличается. Ты умеешь, если ты умеешь соорганизовать праздник, это проект. То же самое ты делаешь в проектах в бизнесе. Это... Елена, вот вы много общаетесь с противоположным полом. Как вы думаете на этот счет? Мужчинам нравится успешная женщина? Или, может быть, они побаиваются все-таки их? Или им интересно с ними общаться? Они подпитываются? Вот что вы можете сказать из своего опыта? Конечно, некоторые боятся, но боятся слабые, неуверенные в себе мужчины. А мужчина, который твердо стоит на ногах, да даже знает, чего хочет. Может, он еще и не твердо стоит на ногах, но у него есть цели. Есть цели, он умеет поставить цели. У него есть желание достичь этих целей. Ему хочется, ему интересно общаться. Вот в моем круге общения, мужчины, с которыми я общаюсь, мы же общаемся на равных. И я думаю, что мы друг друга испытываем уважение. И самое первое, надо научиться дружить. Не смотреть на противоположный пол, как мужчина и женщина, а как на человека, на интересного человека, с которым можно дружить, у которого можно учиться, у любого человека можно научиться чему-то. Я не умею играть на фортепиано. И это пока моя мечта. Я уже себе поставила цель. Я хочу научиться, ну хотя бы трям-рям. Соответственно, я очень уважаю людей, которые умеют это делать. Я хочу у них научиться этому качеству. У меня, возможно, чему-то другому кто-то хочет научиться. Мы обмениваемся вот этим опытом совершенно на равных. И мы можем обменяться только вот с такими людьми, которые хотят это делать, у которых есть и желание. А с другими неинтересно общаться. Вот следующий вопрос. Как пережить черные полосы в жизни? А как переживать различные трудности, которые возникают при достижении цели? Ведь наверняка они есть, хоть маленький бизнес, хоть большой уже успешный, но он же претерпевает многое, наверное. Как вы считаете, Лена? Нет, это нужно в себе в голову, правильные такие поговорки. Правильные. Все, что не делается, все к лучшему. Надо вот такого плана для себя несколько выделить и их хорошо-хорошо вспоминать и применять. Потому что, когда что-то происходит, я думаю, так, ладно, для чего это нужно? Я принимаю этот план, ну, что-то, какой-то результат, который мне не нравится. Я бы его не хотела. И после принятия, я думаю, это же не смертельно, ничего такого страшного нет. Можно дальше двигаться. Ноги идут, руки есть, все, голова есть. Я начинаю делать следующий шаг, думаю, отлично. А потом, спустя какое-то время, приходит осознание, для чего это было. То есть, получается, плохой, как говорится, есть тоже поговорка, по-моему, плохой опыт тоже опытный. Что тоже опытный. Ну, вот какие-нибудь такого плана поговорки, которые именно со знаком плюс. Нужно их применять в своей, Елене, жизни. Что вы скажете? Если что-то происходит в жизни, что мне не нравится, что выводит меня из себя, я, конечно, дам воле эмоциям однозначно. Я погорюю, я покричу, я поплачу. Ну, желательно, чтобы, конечно, никто этого не видел. Эмоции я выплеснула, и их нельзя держать в себе. Обязательно выплескиваешь эти эмоции. Потом включаешь мозги. Когда у тебя эмоции на взводе, принимать решение нельзя, потому что мозг отключается, и ты на эмоциях можешь принять очень неправильное решение. Но их обязательно нужно пережить. Вот ты это пережил, успокоился, и думаешь, так, дорогая, а теперь действовать. Что мы можем сделать в этой ситуации? Если у нас план Б, и начинаешь уже, ага, или вот так, или вот так, или вот так, мозги зашевелились, и тебе уже не до переживания. У тебя уже включается... Есть новое дело. Конечно, есть дело, есть цели. Ты уже идешь к этой цели, ты подтягиваешь ресурсы, ты улучшаешься, и потом уже оглядываешься на эту проблему. Ха, это вовсе не проблема. Она действительно мне нужна была для того, чтобы я достигла еще больших высот. Появился конкурент, все, все пропали, мы все умрем. Потом для чего он появился? Чтобы мы стали лучше. И мы тут улучшение одно, второе, третье, и мы опять на пике. Елена, а вот у вас есть конкретный пример, когда, допустим, какой-то бизнес прогорел, но потом вы извлекли вот свои уроки оттуда, и было второе дыхание, и вот для чего-то вам это было нужно. Есть вот конкретные примеры? Прогоревших бизнесов куча у меня. На самом-то деле. То есть их несколько? Их очень много, конечно. И это хорошо получается, потому что человек должен все-таки пробовать? Ну это же опыт. Конечно, человек, ни один предприниматель не может быть успешен во всем, во всех своих бизнесах. Ты неизбежно терпишь неудачи в чем-то. Вопрос в том, как ты можешь подняться, и как ты можешь идти дальше, насколько ты можешь это делать. Очень яркий пример, я считаю, очень показательный пример был, мы открыли две пивных кружки. Это было на Карла Маркса из Освияга. Мы взяли франшизу, мы приехали в Москву, и нам показалось, только народу, они пьют пиво, оно недорогое, значит, сейчас народу бежится. На самом деле, этот формат был мне не к душе. Вот как мы говорили, к душе, не к душе, деньги, не деньги. Ну просто здорово. Люди же зарабатывают деньги на этом, да еще франшизу, мы возьмем, купим. Попробовать захотелось? Конечно, хотелось денег. Открыли, была технология открытия, были инвестиции, все просто, мы это дело открыли, тем более, вот кризис как раз назревал. И мы подумали, так, здорово, кризис, это означает, что из веприва колена перейдут в ГОПАК, из ГОПАКа перейдут в кружку, и мы не потеряем свою аудиторию. Как бы не так. Те, кто ходил в кружку, стали по подъездам ходить. Те, кто ходил в ГОПАК часто, стали ходить несколько реже. Те, кто ходил в колено, как ходили, так и продолжили ходить. Ничего не изменилось. То есть, вот это предположение было ошибочным, на самом-то деле. И мы быстренько свернули эти проекты, поблагодарили нашу материнскую компанию, которая дала нам этот проект, потому что мы, надо отдать им должное, они были очень хороши, и там очень харизматичные женщины, мы с ней до сих пор дружим и общаемся. Но проект мы завершили, этот урок какой? Не делай то, что не приносит тебе удовольствия. Ну вот. И какой тогда следующий был бизнес, который был с удовольствием? После вот этого. Кофишопа. Какое я удовольствие получаю, когда туда захожу. Я не хочу оттуда уходить. Настолько мне нравится. Да, там очень комфортно. Настолько там интерьер потрясающий, настолько люди интересные приходят. Вот сидела бы и сидела целый день. Здорово. А вот есть ли у вас, Алена, например, какие-то ваши мотиваторы? Возможно, есть какая-то книга, с чего все началось. Посоветуйте нашим зрителям. Мотиваторы. Я вообще считаю, что нужно подписываться, например, даже в Инстаграм, на тех людей, которые тебе интересны, которые ведут к какому-то результату. Есть Лили Нилова. Она, например, ее многие знают, я на нее подписана. Она похудела на 80 килограмм. Она рассказывает, как прокачать Инстаграм. И у нее, миллионник у нее, по-моему, этот аккаунт. И у нее всегда такие интересные, тоже мотивирующие посты. Позитивные. Да, позитивные. То есть иногда даже если что-то делаешь, подпитываться энергии от других. Да, которые добились результата и рассказывают, как это сделать. Сейчас таких блогеров очень много, потому что чаще всего время я провожу именно в телефоне, в интернете, когда есть время, там, ребенок спит, принимаю заказы, одновременно могу что-то где-то, пост какой-нибудь прочитать. Я фильтрую. Если мне не нравится, я отписываюсь сразу, чтобы у меня не было места этому человеку в моей жизни. Только оставляю какие-то позитивные моменты. Получается, вы окружаете себя только нужными людьми во всем, даже в интернете. Да, только сортирую. Обязательно. Сортировка и удаление. Какую полуку информации, да, невозможно. Елена, что вот вы посоветуетесь? Может быть, какая-то книга для начинающих или вот кто ваш мотиватор? На кого вы ориентируетесь, может быть, поделитесь? Какие мотиваторы? У меня, знаете, есть там такой мотиватор, если я задумывала какую-то идею, но не решаюсь ее реализовать по каким-то причинам. Да, вот колеблежь пойдет, не пойдет, такое часто бывает. А кто-то смотрю, раз взял и сделал. Я пристально смотрю, ага, получилось у него, не получилось. Как? С придыханием. То есть, это получается, я могу научиться делать это без инвестиций. На его примере, на его опыте. И если у него получается, ну, ха, это моя зона роста. Он смог то, что не смогла сделать я. Вы сейчас говорите о конкретных примерах не где-то далеко, а даже вокруг вас, да? Ну, конечно, вот открыть летнюю площадку там. Открыть, не открыть в этом месте, открыть, не открыть. Ну, нет, пожалуй, наверное, нет. Пришли люди, пока мы думали, пришли, открыли, шикарная летняя площадка, думаю, боже мой, и народ идет, и атмосфера, а я не смогла, а мне чего-то не хватило. У этих людей есть чем поучиться. В других сферах точно так же. Ты смотришь на других людей и учишься у них, и они тебя мотивируют что-то делать. А любимая книга, может быть, есть какая-то ваша? Или которая, может быть, запомнилась вам чем-то? Каждый раз в моей жизни появляются новые книги, совершенно неожиданно. То в Инстаграме кто-то порекомендует, то на Фейсбуке, то друг, то ты зайдешь в книжный магазин. Вот последняя книга, которую я до сих пор ее читаю, она называется «Магия утра». Прекрасная книга. Она говорит о том, что от того, как ты просыпаешься и как ты себя заряжаешь, зависит твой день. И я попробовала действовать по этому сценарию прекрасно. То есть ты просыпаешься, ты никуда не торопишься, ты шесть минут себе уделяешь, ты никуда не торопишься, ты первое начинаешь медитировать, ты представляешь себя в месте, где тебе хорошо, либо на берегу океана, либо в лесу. У каждого есть свое место. И вот минутку ты попредставлял, понаслаждался. Потом переходим к аффирмациям. Это ты говоришь о том, что какая ты красивая, какая ты успешная, какая ты любимая, какая ты уверенная в себе и так далее, и так далее. То есть себя насыщаешь вот этой энергией уверенности. Далее ты начинаешь благодарить. То есть делишься благодарностью, благодарность Вселенной за то, что у тебя есть. Любому человеку есть за что поблагодарить Вселенную. Благодаришь за то, что у тебя люди, близкие люди живы и здоровы. Благодаришь за то, что он тебе дал кровь, дал там еду и так далее, дал хороших людей, друзей. Ты поблагодарил. Дальше переходим к построению дня. То есть ты уже посетивно заряжен, и ты думаешь там, как выстроить свой день. Как что у тебя по плану одно, другое, третье, пробежало в голове, у тебя день твой вырисовывается, и ты потом уже с удовольствием идешь по этому дню. Дальше там еще есть рекомендации, но я все раскрывать не буду. Хорошо. Почитайте книгу «Магия утра». Я уверена, она будет очень полезна всем. Да. Вот завершая наш эфир, Алена, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Хотела бы пожелать, если у вас есть идея, которая вам близка к сердцу, вы часто можете сомневаться о том, что место под солнцем занято. Например, кто-то уже этим занимается, и кто-то занимается этим хорошо. Не стоит переживать. Места под солнцем хватит всем, каждому, кто горит своим делом, своей мечтой. У него все получится, и его место свободно. Елена, я хотела бы пожелать каждому, чтобы он окружал себя людьми, на которых хочет быть похожим. Если я хочу заработать миллион долларов, я окружу себя людьми, которые хотя бы по 100 тысяч уже получают, там, или по 200. Если я хочу быть хорошим и хочу иметь семью, надо окружать себя людьми, которые имеют семьи, детей, которые тебе близки, на которых ты хочешь быть похожим. Если ты хочешь быть здоровым, окружай себя здоровыми людьми. Заниматься спортом, заботиться, какие-то медицинские вещи, инализы сдавать постоянно, задумываться о том, как ты живешь. То есть, итого, окружай себя людьми, на которых ты хочешь быть похожим. И тогда ты будешь расти и будешь достигнен своих целей. Любите себя, любите своих близких, верьте в себя, и у вас обязательно все получится. С вами была Алена Петраускас, Елена Ежова и ваша Алла Дворецкова. А мы обязательно увидимся с вами в следующем эфире. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok